вы действительно яндекс а он есть здравствуйте дорогие друзья сегодня я бы хотел поделиться своим опытом создание авто платежей на общественно полезные нужды через сбербанк онлайн начать стоит с того что просто составить реестр получателей ваших средств я обошел все сайты посмотрел под видео на ю тубе нашел реквизиты и составил вот такой файлик как минимум понятно сколько их получилось можно свой бюджет спланировать глядя на реестр можно от реалистичность такого сценария что вы будете каждый месяц сделать платежи вручную пусть даже по шаблонам вот я допустим не вводил а дел платежи то одним то другим глядя на реестр можно оценить каковы шансы что при платежах вручную кому-то будет густо кому-то пусто и так оно и было поэтому на мой взгляд есть смысл навести порядок и сделать все стабильно и организованно на этом пути новичков поджидают некоторые преграды а я как технически грамотный специалист нашел входные пути и покажу их во первых довольно часто сбор средств ведется через яндекс деньги а для них будто бы нельзя подключить автоплатеж вот посмотрим для наглядности как выглядит интерфейс обычных платежей и как интерфейс авто платежей обычных платежах есть и перевод внутри сбербанка и перевод в другой банк и перевод организации по произвольным реквизитам и на видном месте вынесены яндекс деньги коме того можно зайти в список поставщиков и найти здесь электронные деньги в этом списке яндекс деньги тоже есть среди других но видно что у всех остальных доступен автоплатеж а у яндекс денег нет теперь показываю как это делается заходим в подключение автоплатежа теперь здесь как видно вариантов гораздо меньше всего лишь перевод клиенту сбербанка другим нельзя яндекс деньги на видном месте не вынесены и если зайти в электронные деньги то вариантов меньше вы здесь видите яндекс а он есть делаем поиск яндекс и вуаля вот он теперь забиваем номер кошелька продолжить выставляем все параметры в случае яндекс денег здесь все настроено довольно хорошо уже раз в месяц обязательно ставим какое-нибудь название так что потом можно было найти потому что иначе это будет множество автоплатежей с названием яндекс и делаем подключить теперь проверяем все ли правильно если правильно вводим код подтверждения который приходит в самос что это не хочет что если вы в следующем деле это не хотите только информировать в нем помниться что вы в этот момент что вы поймете ответы в смысла на ваш взгляд в состоянии ответы в большинство что вы просто не можете запрежет что вы этой что вы все подтвердили а вот и новый автоплатеж уже создан теперь второй случай автоматические платежи на карты сбербанка там тоже есть свои тонкости о которых я хотел бы рассказать до того как вы сами попытаетесь их создать в своем файле я помечаю что автоплатеж я теперь создал и переходим например к организации жданова копируем в буфер обмена номер карты подключить автоплатеж перевод клиенту сбербанка вводим номер карты и нажимаем продолжить здесь нужно всегда менять раз в неделю на раз в месяц что больше подходит и дата автоматически не выставляется тоже ее нужно ставить правильную сумма 100 рублей и вот следующее поле хотя редактируемая но оно не похоже на остальные тут конечно название всегда стоит менять потому что иначе тоже можно будет запутаться в отличие от яндекс денег можно указать сообщение подключить после этого точно также проверяем и подтверждаем по sms выставлять а и а и и и и и и и и После подтверждения банк принимает автоплатеж в обработку. В отличие от платежей на Яндекс, они не появляются мгновенно в автоплатежах. Вот, например, медиамеры мы создавали. Он тут есть. А SBNT еще нет. Но через время он появится. Также хочу показать, как можно узнавать номер кошелька на Яндекс.Деньгах, если человек поставил платежную форму. По платежной форме один-то раз можно заплатить, а для автоплатежа нужен конкретный номер кошелька. В данном случае здесь еще есть кошельки вебмани, с которыми все проще, а не в явном виде. Но бывает, что висит только платежная форма. И вот такая платежная форма с желтой кнопкой отправить, это на самом деле платежная форма Яндекс.Денег. Чтобы узнать номер, делаем как будто бы платеж на 100 рублей. Собственно, платеж мы сейчас делать не будем. Мы все это делали для того, чтобы получить счет получателя. Копируем его. И после того, как скопировали, можем делать автоплатеж по первому совету. После того, как созданы все автоплатежи, в моем случае остались проекты, где сбор средств ведется либо по банковским реквизитам, либо на планете.ру. И оба их автоматизировать средствами Сбербанк Онлайн невозможно. Но два платежа вручную это все же не так много. Для упрощения оплаты по реквизитам можно завести шаблон. Надеюсь, эта информация была полезна. Учитесь сами и учите других. До связи.